В кабинке, поднимающей его на гору в Сент-Морице, няньки, инструктор по горным лыжам, фотограф и телеоператор. На самом пике горной вершины его ждут в детском саду для маленьких любителей горнолыжных курортов. Такая высота кому угодно может вскружить голову, но только не Адаму и не его маме. Это самая высокая часть Сан-Морица, 3300 метров. Это потрясающая вилла вот эта, просто. Я не знаю, лучше, чем в которой такие люди. Самая лучшая вилла для светской дамы Гоги Ашкенази – это особняк в местечке под названием «Вершина мира», где климат, как сухое шампанское, и солнце – 322 дня в году. Южный склон швейцарских Альп пока еще не освоили русские, поэтому даже в сезон Гога с семьей чувствует себя здесь в почти полной изоляции. На прошлой неделе очень было интересно. Приезжал Севестер Сталлун. Они делали открытие его выставки «Картин». Оказывается, Севестер Сталлун в последние 25 лет пишет картины. Наших сатических я здесь вообще не видела. Вообще вот за месяц я не видела ни казахов, ни из России людей, вообще никого. Когда сын впервые встал на лыжи, его мама впервые решилась на интервью российской прессе. Больше всего обидно мне, что мой имидж в русскоговорящих странах по прессе на порядок хуже, чем в Англии. Для англичан ее история воплощение сказки о Золушке. Девушка из бедного и далекого городка в Казахстане вдруг попала на королевский бал. Газеты обретели фотографии, на которых принц Эндрю представляет леди Гогу своей маме, королеве Великобритании. Ужин с принцем закрепил Ашкенази в топе гламурной хроники. На ее 30-летний юбилей магнаты слетели со всей планеты. В небе изливались воздушные гимнасты, на земле били фонтана шампанского. На плазменных панелях пронеслась ее жизнь в фотографиях. Вот черно-белое детство в маленьком городе Тарас на границе с Киргизией. Ну, они сейчас много в газетах пишут. Но иногда бывают какие-то небылицы, что она жила в бедной семье, чуть ли из Золушки принцессой стала. Но нет. Как видите, это дом мамиклатурный, в двух уровнях. Здесь жили ответработники обкома партии в то время Джамбунского. А это уже лондонское прошлое. Мама отправила Гогу в закрытую школу в 13 лет. В 91-м в России было неспокойно. Я хотела, чтобы мои дочери получили образование хорошее, чтобы они вот не думали, как мы в Советском Союзе думали, а, колбаса не хватает, там все. Чтобы мои дети не думали, что вот это все так, потому что образования у меня не хватает. Вот людей не хватает. Им демо, Советский Союз. Что могло быть лучше? Невозможно. Оксфорд. Гога говорила за сценой, что всего на свете добилась сама, но мало кто из джентльменов в зале в это верил. Впрочем, к тому моменту все великосветское английское общество уже знало. Она на свидание к принцу пошла через 72 часа после того, как родила сына казахстанскому олигарху. Золушки так не поступают. У Адамчика очень жизнь такая. Тоже он социальный, у меня, наверное, потому что у него каждый день плейдэ, какие-то вечеринки. За связь с нефтяным магнатом, приближенным к назарбаевской семье, казахстанская Бреса назвала ее содержанкой и аферисткой. Словом, светской дамы. Ох, у меня любовников было море просто. И все миллиардеры. Выхожу вот так на улицу, и миллиардеры штабеляны туда-сюда. А кто не мечтает о принце на белом коне? Я тоже мечтаю о принце. На белом коне с хорошей сброй. Но приглядишься, сбруя вроде не такая. Или принц, не принц. До Эндрю, говорят, был король автогонок Флавио Бриатори. До него владелец сети калифорнийских отелей Стефана Шкенази. И где-то между ними вроде бы был актер Джеральд Батлер. Ну да, хорошо. У меня были любовники, да. Были у меня мужья, были у меня интересные романтические истории. Интересные истории. Ну, вообще у меня жизнь очень интересная. Я, конечно, себя считаю очень удачливым человеком во всех отношениях. Фортуна. Вот это у меня просто сопутствует везде. Стоимость светского приема в честь дня рождения не взялись посчитать даже ветераны гламурных тусовок. О таких вечеринках в Москве и не слышали. Я богаче, чем большинство людей. Если бы была самая богатая женщина на земле, я была бы глубоко несчастным человеком. Представляете, где бы я могла бы найти себе мужчину, который бы смог бы соответствовать. Интерес Гоги к московским тусовкам постепенно угасает. Олигархи, мигрируя за границу, говорить становится не с кем. Спасибо. Я возьму вот этот пакет, потому что у меня здесь лежат туфли. Возьму бешенку с платьями, чтобы понять, собственно, в чем мне сегодня идти. Возить в багажнике почти весь гардероб – это привычка, которая осталась у Василисы Аресте со времен, когда была моделью. Сегодня на вечер запланированы две столичные вечеринки. Так, ну, пойдемте краситься. По негласному гламур гасает. Олигархи, мигрируя за границу, говорить становится не с кем. Я возьму вот этот пакет, потому что у меня здесь лежат туфли. Возьму бешенку с платьями, чтобы понять, собственно, в чем мне сегодня идти. Возить в багажнике почти весь гардероб – это привычка, которая осталась у Василисы Аресте со времен, когда была моделью. Сегодня на вечер запланированы две столичные вечеринки. Так, ну, пойдемте краситься. По негласному гламурному кодексу на каждый из них нужно появиться в новом платье с новыми драгоценностями, но неизменно счастливым лицом. Просто сил иногда не хватает. Иногда ты понимаешь, что тебе надо там обалденно выглядеть, куда-то пойти. Ты садишься перед верхом, но уж нет, а сил-то нет. Потому что настолько уже устала и вся от работы. Но все равно, все равно что-то делаешь с собой. Завтра закончатся ее зимние каникулы. Прощальную вечеринку решили совместить с днем рождения сына ее старого приятеля, бизнесмена из Новой Зеландии. Вы говорите, какой совет я вам дать? Ужин в узком кругу друзей на десерт шампанской с клубникой. Здесь ей интересно, весело и, главное, полезно. Гукашкинази из тех людей, кто не разделяет бизнес и личные отношения. Нужно использовать все, что у тебя есть. Если у тебя есть друг, который может тебе помочь, или подруга. Почему это должно быть? Совестно использовать свои связи ради бизнеса. На утро бабушка паковал чемоданы. Гога улетает в Дубай, у нее деловые переговоры. А они с внуком летят домой в Лондон. Частные самолеты еще не заправили, но ужин уже заказан. Мишеля, предупредите, пожалуйста, что ужинать мы будем в 6 часов. В лондонском доме стоимостью в 42 миллиона долларов их встретит два повара, два водителя, две няни, дворецкие горничная. Шубы, обувь и эксклюзивные наряды Гога, как и положено светской даме ее полета, хранит в гардеробной размером с двухкомнатную квартиру. На работу Гога ездит на бентли ручной сборки. А магазин сам приезжает к ней на дом. Среди семейных фотографий на столе есть и он, принц Эндрю. Говорят, теперь большой любитель Казахстана. Особенно он очень любит сахские бани. Ну, мы верим, что сахские бани омолаживают. Я не знаю, насколько это так, но, по-моему, Эндрю тоже верит уже в это, потому что ему очень много комплиментов делают после того, как он там бывает. Светская дама ест как птичка, музицирует и любит хвастаться нарядами и бриллиантами. Мало кто может поверить в то, что Гога еще и работает. А ведь она строит компрессорные станции. Я не продаю, не покупаю нефть, не газ, вообще ничего общего с этим не имею. Абсолютно. У нас строительная компания. Еще она владеет интернет-компаниями, магазинами и строит битвенный завод в России. Я вот собираюсь полететь в космос. Видите, и моя, и даже эта мечта реализовалась. А пока частный самолет увозит Гогу из Сент-Морица в Дубае. Продвигать свой новый бизнес интернет-магазин подарков она решила на эмиратском рынке. Абсолютно, конечно же, больше всего он своей возможности тратить. Конечно, вы видите, эти женщины, наверное, в целокупности могут скупить просто все подарки, наверное, на нашем интернет-сайте. Осталось только сфотографироваться для глянца. Спасибо, нам понравилось. Что у нас дальше по плану? Дальше у нас интервью журналу «Вива». Журналистка уже приехала. Нам еще надо успеть переодеться к обеду. Супер-гламурному обеду. А после интервью поужинать с женой шейха. Эта светская дама задает моду на другом конце планеты. Милая вещица. Да, интересная. А теперь смотрите. Легким движением руки браслет превращается в брошь. Уникально. Когда от рублевской жены уходит муж, она становится светской дамой. Про таких всегда будут сплетничать и перешептываться. Они красивы, богаты и свободны. И эти малышки на миллион должны быть готовы в любую секунду постоять за себя. Я вообще думаю, что в будущем мы, а не мужчины, будем номер один. А мужиков будем держать только для исполнения наших женских нужд. Но основных, не знаю, может быть они вообще не будут нужны. У тебя должны быть яйца. Если их нет, ты труп. Спасибо. Спасибо.